Шумбратраф Мы находимся в парке Владимирский сад, где отмечается День дружбы народов Ульяновской области. И сегодня здесь проходит самый яркий, колоритный и, пожалуй, самый важный мордовский праздник нашего региона – областной мордовский национальный праздник Шумбрат. Здесь можно полюбоваться на национальные костюмы, попробовать мордовскую кухню, побывать на подворьях, поучаствовать в мастер-классах и увидеть много интересного. И, конечно же, сегодня будет прекрасный большой праздник мордовской национальной культуры. На празднике выступают национальные мордовские профессиональные коллективы из Республики Мордовия. Солисты мордовской филармонии, этно-арт-театр Варма, известный фольклорный ансамбль Феллу. И, конечно, программа не обойдется без творческих самодеятельных коллективов Ульяновской области. Итак, дорогие друзья, Шумбрат! Мордовский народ в регионе занимает четвертое место по численности, поэтому национальный праздник Шумбрат проходит всегда ярко и массово. С каждым годом праздник отмечается все масштабнее. В этот раз мордва собрались во Владимирском саду уже в одиннадцатый раз. Каждый район области привезли свое кушанье, изделия ручной работы и показали национальные обряды. Сегодня на наш праздник приехали, присутствуют на нашем празднике представители разных городов, в частности города Пензе, республика Мордовия. В общем, поддерживаем друг с другом хорошие, добрые соседские отношения. Вот они приехали тоже на наш праздник. Также могу сказать, что в нашей области 11 районов проводят этот праздник Шумбрат в районах и плюс еще в Димитровграде. То есть тот лозунг, который мы избрали в начале для этого праздника Шумбрат всегда, Шумбрат везде, он как бы воплощается в жизнь постепенно, как мы и хотели. Ну, должен сказать, что республика Мордовия каждый раз нам очень сильно помогает. Сегодня приехало практически четыре различных коллектива, которые будут и выступают уже на нашем празднике. Они привносят как бы некоторый импульс, дают нам посмотреть, как это все происходит в первоисточнике. Да, конечно, этот праздник объединяет всех жителей не только мордовской национальности, но и национальности других. В частности, и чуваши, и татар, и русских, и евреев, азербайджанцев, армян. В общем, все национальности в гости к нам, что называется, и мы все дружны. Праздники ульяновцев и жителей соседних регионов ждали песни и танцы, яркие костюмы и вкусная еда, а также различные мастер-классы. Мы здесь проводим тюшти аналтимат, игры тюшти, князя такого, который проводил с воинами мордовскими, игры. Чаще всего это проходило в лесу, поэтому использовался чаще всего материал лесной. Это может быть бревно, это может быть деревянный шар, который бросали на расстояние, бревно, которое поднимали. Во-первых, рассказываю о нации, мордовской нации, об истории этой нации, что эта нация, мордовы, все время жили с русским народом, начиная с 862 года, мы в составе русского государства. И что у нас есть своя Библия Мастурава, те шесть песен. Я рассказываю, как мордовский народ вошел в состав России, как мы дружно живем до сих пор. И показываю, соответственно, игры, мордовские игры. Весим нею шумбратши. Минь весим нею гутатанок, те че, ульянский ош, лома отненень. Миньек, богш, эдзянь праздник, лемезе шумбрат. Кетя, а там весим нею, весень позаватана секс, что те че, уже кивейки те раз, минь и сынзы встреча, а там ульянской области. Мы поздравляем ульяновскую область с таким большим мордовским праздником шумбрат. Переводится «здравствуйте», «будьте здоровы», «всегда будьте здоровы». И мы уже отмечаем, ульяновская область отмечает этот праздник шумбрат уже 11 раз. На малой сцене каждый год уже восьмой раз мы приглашаем детей на праздник «Сиянь Боя Гинять». Это переводится «серебряные колокольчики». Дети с удовольствием приезжают и участвуют. Они на мордовском и поют, и танцуют, и говорят стихи, рассказывают художественные слова. Мы всегда детям очень рады. Дети всегда ждут этот праздник. Подарком для всех, кто пришел на праздник, стали гости из Мордовии. Этно-арт-театр «Варма» привезли в Ульяновск несколько коллекций стилизованных национальных мордовских костюмов. Они выполнены из натуральных тканей и камней, созданные вручную. Мы достаточно молодой корректив, очень креативный. И мы представляем культуру мордовского народа в новой ее интерпретации. Занимаемся сохранением и популяризацией. В арсенале театра «Варма» очень много ярких, красивых и масштабных костюмов, которые мы сегодня были рады представить на этом фестивале. Сегодня я в костюме, стилизованном богине Талавы, богине Огня. В таком прекрасном, замечательном, красивом костюме. Мне сегодня посчастливилось поучаствовать в фестивале. Ансамбль «Келу» из Саранска – настоящий бриллиант мордовской культуры. Со сцены Владимирского сада солисты исполнили множество национальных песен. Каждый год вокалисты – долгожданные гости ульяновского шумбрата. «Коллектив» существует у нас с 1962 года. Очень знаменитые мы бывали во многих городах. Очень много у нас просто за день не расскажешь, сколько титулов, но всего-всего хорошего. Приехали мы сегодня на этот праздник в шумбрат Мордовии. Мы очень частые гости. Мы национальное достояние Республики Мордовии, поэтому мы просто обязаны приезжать каждый год на этот прекрасный и знаменитый праздник. Прославлять наш город, нашу республику. Я думаю, мы будем вообще очень рады, если нас будут приглашать, приглашать побольше, почаще. У нас программа, мне кажется, на 100% это национальные программы. Это мордовские ирзианские песни. Но раз шумбрат, мордовский праздник, значит, должно быть национальное. Мы показали свою культуру, свои песни, свои танцы. И, конечно же, мордовские обряды. Также по соседству с мордовскими гуляниями проходил и День дружбы народов. Жители и гости Ульяновской области смогли познакомиться с традициями, обычаями и кухнями разных народов по Волжии, принять участие в национальных играх, прочитать произведения на родном языке на открытом микрофоне. Неделю назад у нас прошел праздник шумбрат. Прошел грандиозно, красиво, ярко. Мне кажется, важность таких праздников, она, ну, наверное, очевидна, потому что здесь представлено богатство культуры народов России и, самое главное, богатство культуры мордовского народа. Язык, ритуалы, традиции, вот это вот все здесь можно ярко увидеть через речь, через разговоры, через песни, через рассказы. И вот это все, мне кажется, самое главное и то, что нам нужно сегодня для того, чтобы Россия чувствовала свою самобытность, Россия чувствовала себя великой, большой страной. Ну, конечно, ярмарка сама по себе, то есть вот представление большого количества именно национальных блюд, оно никого не может оставить равнодушным. Все вкусно, квас, пироги, блины, все очень здорово. Сегодня на нашем празднике присутствуют официальные лица из Мордовии и Ульяновской области. Сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить замечательный, яркий и самобытный полюбившийся всем народный праздник – Шумбрат. Он вносит огромный вклад в поддержание межнационального согласия на территории Ульяновской области и всего Поволжья. Израиль сохраняет многовековые традиции, уважительные братские отношения между народами. Израиль, Мордовский народ, входит в число коренных народов по Волжью. Его представители внесли весомый вклад в сокровищницу истории и культуры народов России. С золотыми буквами вписаны в историю страны имена известных людей, славных сынов и дочерей Мордовского народа. От автора первого ивзянского букваря на основе кириллицы Авсентия Юртова и историка Василия Хючевского до адмирала Федора Ушакова и святого Серафима Саровского. Сегодня мордовский народ занимает четвертое место по численности в нашем регионе. Его представители неустанно развивают наш регион и страну. И каждый из них является образцовым примером в отношении к своей культуре, языку и истории. Так, в Ульяновской области мордовские языки и культура мордовского народа изучаются в 34 школах. Успешно работают 25 взрослых и детских творческих мордовских коллективов. Традиции и бытые истории мордовского народа находят свое отражение в ярких публикациях газеты Елгар. И я сердечно благодарю всех вас, весь мордовский народ, за активное участие в жизни своего региона, за вклад в сохранение межнационального мира и согласия, за дружбу народа. Желаю, чтобы мордовский народ так же бережно хранил и почитал свои национальные традиции и культуру, как и сейчас. Здоровья, семейного тепла и благополучия вам и вашим семьям. Побольше улыбок и хорошего настояния. С праздником вас! Шумбрат Елгар. Вы не в первый раз уже на нашем празднике. Поделитесь своим впечатлением и скажите, зачем нужны такие национальные большие праздники? Да, я точно, наверное, ни одного не пропустил. Из Мордовии приезжаем с удовольствием всегда сюда. И не случайно, потому что знаю, что здесь всегда интересно. Здесь есть свои изюминки, детские конкурсы, чего только нет, много. Мы перенимаем у вас то и что тоже, когда используются. Тот же приятный губернатор сегодня приятные, добрые слова сказал о мордовском народе в Лианской области. Это действительно так, так и должно быть. Ну вот я скажу, вот вчера наши приехали из Челябинска, а уехали еще во Владимирскую область. Неделю назад в Пензии была, еще раньше в Москве, еще будут и так далее. Во всех регионах, где проживают Макшане и Рязяне проводят все такие праздники. Это очень нам приятно. Я думаю, что едва ли какой-то другой народ еще это делает. Для чего это нужно? Ну мы, конечно, чтобы обратить внимание на эту культуру народа, поддержать традиции, язык поддержать, костюм еще раз показать красивейший, чтобы пообщаться на языке и много-много всего большого позитива. Еще очень приятно и правильно делается, что я вижу и другие народы здесь. Это уже элемент единения народов. Тоже не случайный. У нас предстоящий свет мордовского народа, который в октябре будет проходить в Саранске. Конечно, вы все остались делегатом, я уверен. И он будет проходить под девизом консолидации и единения мордовского народа с народами России. Вот это для чего как раз сейчас нужно нам. Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, а какие еще меры для поддержания и для сохранения мордовской культуры, мордовского языка проводятся в регионах с вашим участием? Ну, если взять Мордовию, как бы наш центральный регион, мы считаем, к которому мы тянемся. И так у нас принята государственная программа государственная по инициативе и главы республики Артема Алексеевича Дунова. И по нашей инициативе он поддержал государственную программу сохранения и развития мордовских языков, национальной культуры и так далее. То есть на государственном уровне уже все это расписано и поддержки и так далее. Дальше. У нас во всех школах Мордовии, во всех, независимо, русскоязычная или национальная школа изучается мордовский язык. В Макшанске нельзя, в школах в городе Саранске, там все, в Санниках тоже есть. И вот из регионов, конечно, Ульяновской области это пример. Это пример в этом плане, потому что, как сегодня губернатор сказал, в 34, по-моему, школах изучается, Ульяновская область изучается язык. Ну, школа школой, но мы сами должны, конечно, сами, прежде всего, в семье должны говорить на родном языке. Если в семье мы не научим, то дальше, дальше уже труднее. Надо привить в семье, а дальше государство должно поддержать. Надо поддержать и стимулировать и материально, и морально, и так далее. Поэтому язык душа народа, и все мы прекрасно понимаем, что изучать надо, и стремимся к этому. Ну, где-то получается, в основном, где-то есть проблемы, но это жизнь. Спасибо, Юрий Александрович, за ваше участие, за ваше неравнодушие к нашему празднику. И за ваше, я знаю, что вы сегодня приехали не с пустыми руками, с награждениями. Поэтому вам большой поклон и большое спасибо. С награждениями, и мы, наша организация, привезла за нас сейчас достояние, национальное достояние, фольклорный ансамбль «Келу», который мы сегодня сейчас услышали. Спасибо. Александр Иванович, это наш подарок. Очень приятно. Здесь есть еще от культуры подарки, а это вот от нашей организации. Александр Иванович, вы постоянный гость нашего праздника. Расскажите, пожалуйста, во многих ли регионах проводится этот праздник, и для чего он нужен, вообще, национальный праздник? Слава Богу, что Шумбрат по инициативе вашей общественной организации Владимира Ивановича Сафонова теперь шагает по всей России. И практически во всех субъектах, где есть наши общественные организации, где компактно живут макшане и льзяне, проходят национально-фольклорные праздники Шумбрат. Буквально недавно состоялся Шумбрат в Пензенской области, Челябинске. Ну и Республика Мордовия в августе месяце будет ждать гостей. Ну и мы каждый раз подпитываемся всем хорошим, который подчеркивает самобытную культуру мордовского народа, ирзян, макшан, на вашей гостеприимной ульяновской земле. Здесь мы всегда рады видеть творческие коллективы местные, ульяновска, наши государственные коллективы активно участвуют. И сегодня свои песни, костюмы демонстрирует наш ансамбль фольклорный Келу. Наши творческие коллективы другие бывают у вас всегда. Ну и самое главное, нам приятно видеть, что рядом с вами представители других национальностей, только в единстве мы можем сохранять и нашу культуру, и развивать традиции других народов. Мы вместе, мы с вами единый российский народ. Спасибо. Скажите, пожалуйста, все-таки, вот ульяновский шумбрат, есть какая-то в нем изюминка для вас? Ну, ульяновский шумбрат проходит всегда во Владимирском саду, это прекрасное место. Здесь и демонстрируется, мы всегда видим, и мастерство народов, вот на мастер-классах. Есть выставки художников, проводятся пленеры, и приятно видеть и наших художников к вам приехали, хотят они запечатлеть наш мордовский косюм, красивые мордовские макшанские и рязанские лица. Изюминка в том, что вы всегда привлекаете для этого мероприятия муниципальные районы. И сегодня мы видели в вашей площадке 15 муниципальных районов, которые показывают и народную кухню, мордовскую кухню, наши мордовские блины, позу. Это очень хорошо, это радует. Надеемся, что эти традиции мы будем и дальше использовать и развивать. Дорогие друзья, а мы прощаемся сегодня с вами. И я напоминаю, нашу программу можно посмотреть на сайте www.upravda.ru До свидания, вас то мазано.